В принципе для меня нет разницы где играть, готов заменить либо игрока, либо сыграть либо на фланге, либо в центре, смотря какая стратегия на игру, исходя из этого и в каком состоянии находится игрок. Поэтому тут уже тренерский состав выбирает кого назначить, поэтому просто бывает удачный матч, бывает неудачный, но повторюсь где играть, не важно. К штурму Казанский клуб начал готовиться сразу по завершению московского матча. Через 15 часов после поединка со Спартаком красно-зеленые вышли на первую тренировку. Вторая состоялась сегодня на базе команды. Ну всегда есть мелкие болячки, я бы не стал выносить это, обсуждать. Врачебный наш штаб, он работает с этими моментами. Посмотрим, то завтра как по докладу врачебного состава, мы будем знать более точное состояние игроков. У Рубина на отдых просто нет времени. Уже завтра нашему коллективу предстоит настоящее испытание штурмом. Австрийцы пожаловали в Казань как на последний бой и подопечные Белелединова это понимают. Для нас, конечно, хочется побеждать в каждой игре, независимо, Еврокубок это или чемпионат. Но сейчас Лига Европы и нам нужно думать только об этой игре. Поэтому, невзирая на прошлые результаты, все мысли только о завтрашней игре. Поэтому нужно выйти и проходить дальше.